МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До 28 лет, как комсомолец и партийный, занимался патриотическим воспитанием. Полторы тысячи ветеранов собрались на торжестве. Среди них оказались не только ульяновцы, но и гости из других городов. 82-летняя Галина Рачинская приехала из Иркутска не только за воспоминаниями о походах и общественной работе. Она надеется встретить старых друзей, с которыми участвовала в комсомольской стройке. Потом как-то, помню, мы ездили на комсомольскую стройку на какой-то цементный завод. Я не знаю какой, но помню, у меня есть фотографии, как мы там копаем. Ну, то есть и работали, и отдыхали. И, в общем, так это было уже давно. После просмотра экспозиции, посвященной юбилею организации и награждению ударников труда, ветераны отправились в концертный зал. Для них подготовили официальные поздравления и концертную программу. Губернатор Сергей Морозов открыл торжественную часть. Дорогие друзья, позвольте мне от имени государственной власти региона, от имени государственной власти нашей страны, тепло и сердечно поздравить каждого из вас и вас всех вместе с нашим замечательным юбилеем. Если комсомол остался в советском прошлом, то не стоит расстраиваться и передаваться ностальгии. Организация пустила мощные корни в российское общество. Идея ВЛКСМ продолжила жить в Российском Союзе молодежи. Такие же активные ребята с тем же упорством и стремлением заниматься общественной деятельностью во всех уголках страны. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.